Девушки отдыхают 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 Близнецы Валерий Сапожков. Это Валера, это Игорь? Короче, вот я сейчас почту. Одного близнеца зовут Валерий Качаева, второго Игорь Сапожков. Это художники. И все это посвящено Анне Карениной. Вот эти молодые люди вот так себе представили великий роман Толстого Анна Каренина. Я вот хочу, чтобы вы посмотрели. Вот видите, это вот Вронский на скачках. И вот, значит, тут он получает на пейджер, дорогие друзья, от Анны, значит, сообщение. Я, говорит, беременна. Вот видите, на пейджер. Встретимся после скачек. Вот, значит. Сейчас я вам покажу, как Анна Аркадьевна снюхает кокаин с пластиковой карточки ВИЗа. Впрочем, что тут смотреть? Посмотрите, как выглядит каренинский люксовый, будем говорить, апартамент. Да и сама Анна Аркадьевна заметно помолодела в глазах этих молодых людей и приобрела более чем привлекательность с точки зрения нового русского черты. Так нынче выглядит Анна Каренина. Да? Ну что ж, не без этого. Ну, каждого своя Анна. У нас одна Катя. У вас какая наша? Ну, не стужней 30 лет прессовать. Ну, тогда, значит, позвольте начать это классически. Как это вам, Катюша, пришло в голову? В вашу прелестную головку пришло, значит, такое толстоведение. Это мы узнаем наконец-то. Ну, дело в том, что мы делали букварь. Только мы не с братьями, а с сестрой моей Викторией Фоминой, единоутробной. Мы сделали новый русский букварь для компании «Мир новых русских», которая делала до этого и продолжает делать такие сувениры совершенно сумасшедшие, вроде Палевских католок, с сюжетом «Новые русские конкретно отдыхают в Евросауне». Я купил фигу. А также Палевский мобильный телефон там есть. Да, да, да. Карточки, хокламской экспресс. И валенки за шнурками очень хорошие. Валенки конкретные очень и такие они. И сделав этот букварь, эта компания замечательная решила делать также книги, потому что должен быть какой-то еще такой памятник эпохи письменной. И вот мы с Викторией нарисовали новые русские букварьи. Таким образом, новых русских, наших любимых, Дусь, научили читать. И так как игру надо всегда продолжать же как-то, но научили читать, надо дать книгу для чтения. Вот Лев Толстой делал книги, первая русская книга для чтения, вторая русская книга для чтения. Надо было что-то дать новым русским. Мы основали серию новой русской библиотеки классики. На обложку, конечно, забыли поставить название серии. Поставим в следующий раз. Да, когда-нибудь. Но вот теперь у новых русских есть своя книга для чтения. Много картинок, текст. Левин ел и устрицы, но белый хлеб сыром был ему приятнее. Я просто читаю, что Левин сидит в суши, значит, у него все в порядке. Это на самом деле определение такого интеллектуального и какого-то морального снобизма, да? Ел устриц, но белый хлеб сыром был приятнее. Вот, и, конечно же, ну, ежели угодно, страсти-то ведь толстовские, они же всегда, будем говорить, справедливы для любого времени, и для нашего в том числе, правильно же? Каренинский, не толстовский, а Каренинский. А что, Катюша Измайлова не существует в современном мире? Существует же. Катюша Измайлова тоже, она тоже толстому не подчиняется. Я бы хотел показать, до какой степени напоминает Изабель Аджани Анна Аркадьевна новых вот этих дней. Вот. Между прочим, много-много лет назад, много-много лет назад, я читал в литературной газете гневную заметку про дайджесты, расплодившиеся на Западе. В частности, дайджест войны и мира выглядел следующим образом. Молодой человек впервые познает войну, молодой граф впервые познает любовь, старый джентльмен впервые познает смерть. А вот и зависть. А интересно, когда не впервые, кстати, когда уже. Слушайте, ну-ну, а вы придерживались прямо толстовской фразы? Да. Вот практически каждая из этих фраз? Ну, практически, скажем так. То есть, если там из телефона доносится, абонент не отвечает или временно недоступен, то это не... Ну, это уже техническая связь, как бы здесь в Холстове ни при чем, конечно же. Это техническая связь. Ну, Катюша, и как дальше шла работа над этой важнейшей для современности книги? Вот затем вы нашли Валеру и Игоря. Да, с большим трудом, с нечеловеческим трудом. То есть, просто подобрали нас. Я просто их нашла, я нашла. Это, знаете, как это, передача, как «Не я сама, а где ищет русский?» Комикс, как жанр, он отсутствует по той же причине, по которой был недоступен неуловимый Джо. Это имеется в нашей стране. Да. Вот здесь. Он везде есть, кроме как здесь. Кроме как здесь. А здесь, потому что его считают жанром несерьезным. Буржуазным. Да нет, ну, буржуазным, ладно бы. Оглупляющим. 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 Оглупляющим, как бы. И вообще, что, как будто это, ну, труда не стоит. Хотя, с другой стороны, все равно, что то же самое, что и кино, по сути дела. Ну, да. Можно и кино считать уже оглупляющим жанром. Абсолютно. Сиди, пять, семь. Пошли, персонажи, вот и нате, смотрите, так вот. На отсылку, всякие. Я приехал, я иступала, дама под поезд. Здравствуй, Бим, здравствуй, Бом. Вот тебе раз. Но ведь не дам же. Ведь никто же не агитирован, не знаю, не против комикса. Ведь просто есть в этом, ну, что-то такое, знаете вы, гобеленное, что ли. Ну, более того. Уплощающее глубокие переживания Анна Аркадьевна. Я не знал, что вы едете. Зачем вы едете? Ну. Нет, честно говоря, непонятно почему. Потому что смотрим на картину, вроде как все нормально. Хотя вот убери надпись вот этой вот картины, и все будет восхищаться. Да, это будет иллюстрация кармана. Картина просто. А маслом напиши, еще там, мазков добавь, там подпишись. Подпишись каким-нибудь Грубинским именем. И все, ты уже попал, по сути дела. А здесь, ох, ты написали, я не знал, я отстой полный. На самом деле комикс, он существует вообще с не запамятных времен. На самом-то деле. Ну глубок, по сути, глубок. Нет, на самом деле. Эдипетская роспись. Я скажу, и наскальные рисунки, еще когда только за животными охотились. Вот все стадии охоты. Бросали гнедиа на те же... Пока поймаешь, пока... Пока выследишь. Пока выследишь. Это уже первый камень. Пока притравнишься, фактически. И ничего. Вот этот Воронский, видите, нет, ты не можешь простить, нет, уйди, ты слишком хорош. Видите, какая вещь. Вот этот Воронский ваш, он очень напоминает депутат на Государственную Думу, либо руководителя Генеральной прокуратуры. Вот он такой у вас. Он Аркадьевна, по-моему, нет, он хороший. Это Каренин. На самом деле. Это Каренин. А, ну да, вот Каренин. Это не сказать Каренин. Напоминаю. А в очках или нет? В очках, да. А в очках это Каренин. А Воронский у вас... Он зоркий. Он зоркий. Он для очков. Он у вас на горьком... Нет, на траволту. На траволту, да. На траволтообразное. Мы проводили просто кастинг, и единственный актер, который подходил на роль в нашем комиксе, это был траволт. Это, естественно, его использовали. Это тот самый замечательный случай, когда мы можем совершенно спокойно, с любовью и трепетом, относясь к творчеству данных актеров, просто приглашать их на роли в свои комиксы. Это чудо, потому что образ не принадлежит актеру, просто это как... это часть вообще уже вселенской данности. То есть мы можем нарисовать кого хочешь, кого хочешь. Брюса Виллиса. Брюса Виллиса, да. А он там и есть. А вот, Анна Аркадьевна, у вас выглядит так, как выглядит провинциальный красавец, приехавший завоевывать Петербург, скажем, в свои 17-ти, попавший под верное крыло. Но это же атаковление образа, нет? Нет, борьба с образом была длительная. Ну, Катя повлияла не с образом, а за образ. За образ, да, борьба за образ. Образ был уже сложен, как бы. Да, и вот Катя, она как бы здесь рулила. Вот это тот самый случай, когда, как в одном где-то вот интервью написали художница Кати Метелица. Нет, Катя шла как ледокол, как-то ремак такой, а мы натыкались как волны. А может быть это? Нет. Покажите вот Дюстану Аркадьевну, видите, вот она сейчас лежит, так вольная позе, развалилась. Что она хоть говорить-то у вас? Боже мой, когда это кончится? Дайте мне морфину, доктор. Дайте же морфину. Ну, боже мой, она рожала, она не развалилась. На самом деле это закон комикса. У героини должен быть бюст. Ну, как бы вообще да. Иначе она не секси. Иначе не поймешь, что ли это мужчина забирает. Это же рисунок. Нет, тут случайно, в другом, здесь она рожала на самом деле. Это вот Лиза. Она уже умирала от родовой горячки. От родовой горячки. А, а тогда что же вы отвергли поначалу в эскизах Валерия и Игоря? Нет, такого не было. Это было на виртуальном уровне борьба. Да, а уже на изобразительном уже было все сложено. Да, там уже, когда нормально шло, так пошло. Ну, мы там боролись за размер бюста, за разлет. Ну, я отборял бюст. Да, я пыталась уменьшить бюст. Ах! Вот бежит Анна Аркадьевна, видите, в одной ночнушке у них по лесу. Тут какие-то быки, значит, заняты. Белая платьица. Ах, это платьица. А по лесу называется Лев Толстой. Это курьерский. Дайте хоть посмотреть. Вот она лежит, чем она это родила. Вот видите, едет поезд. Значит, вот, то, наверное, естественно, нам хочется знать. И хоть мы знаем, чем это кончится, но захватывающее. Чтиво и смотриво. Вот смотрите, вот едет поезд. Видите, вокзал, значит, что там лежит. Трейнспотинг. Трейнспотинг написан на рейс. Если вы видите, дорогие, это Россия. Значит, это... Хочется вслед за другим героем другого гения заявить, в том рассудок уцелет... Нет, тот выйти за огня сумеет, кто с вами сутки проведет, подышит воздухом одним, и в ком рассудок уцелет. Вот смотрите, как финал выглядит. Едет... Смотри, какие нежности. Подумаешь, Анна Калинина. Это он на вычку только что раздал. Это конец, значит, роман. А вот Стена Цоя. Это, смотрите, Стена Цоя. Это вкратце ли Брэд. И написано, Анна, ты жива, Цой жив, значит, и Анна Калинина. Вот, наверное, на это. Почему все-таки он ее бросил? Почему бросил? Ну, потому что он был гад. Просто известный. На самом деле, если спросить людей, как вы относитесь к Льву Толстому, очень многие скажут, я Толстого ненавижу. Анну все любят. Анна Калинина, это наше все. Это наша икона, это наша любовь, это наше святое там самое... Вот Пушкин и Анна Калинина. Оставьте, остальное там забирайте. А Толстого почему ненавидит? Потому что Анну убил. Он ее любил, он был в нее влюблен. Это очевидно совершенно. Вот моралист в нем такой, который был против всего этого, он ее взял вот и задавил просто. Это настолько и несправедливо. Мы не убили Анну. В общем, непонятно, убита она или нет. Мы пытались ее спасти. Мы пытались, да. Может быть, ей просто показался весь этот кошмар. Может быть, это на самом деле. А вот этот конец, вот эта стена Анны, этот анекдот, который про мышку-то, это уже вот ее нынешняя жизнь такая виртуальная. То есть Анна с нами. Выпаси. Тут вот, смотрите, наши чат-лани спрашивают, ребята, а комиксы «Каренина-2» можете? Продолжение? Не будем. А «Каренина-2» очень много. Это Анна Каренина едет в рай, это в интернете полно. Анна Каренина... Анна Франкенштейн. Да, Анна Франкенштейн носит ответную удар. Еще как-то Анна в инвалидной коляске ездит, убывают какие-то... Это все есть, это все делали. Вот «Каренина-2» много. Из того, что принесло это время, как видится, из-за прилавка магазина, восхитительного магазина Мирновых Русских, из того, что принесло время, видимо, первая характерная деталь, это стремление к яркому проявлению качества. Если отдыхать, то обязательно на Лазурном берегу, значит, вот эти телефоны, что были, пополнен сюда позовольте. Из чистой карельской березы. Из чистой карельской. Да, так вот. Цельный. И комикс Анны Карениной как раз это, будем говорить, апология вот этому всему красивому миру новых русских. Все, что может доллар, да? Ну, наверное, почему-то так воспринимается, хотя нам кажется, что издано, ну, просто прилично, не более того. Ну, как же, здорово изданно. Ну, у нас тогда воспринимается, что нормальная изданная книга, которая не разваливается, там, не сквозит. Здесь, в общем, роскошного почти ничего нет. В рамках хотелось бы побогаче. Ну, на самом деле, это просто вот это факт сумасшествия отдельно взятого человека. Издать комикс вот в таком европейском, по сути дела, в европейском формате. Во Франции издаются такие комиксы для детей, и они стоят, самое удивительное, примерно столько же, сколько стоит наш комикс. Полос меньше. Полос меньше даже. 46-40. Картинок меньше. Имеется в виду отверженные гюгот. Не-не-не-не, просто про зайчиков, медвежат и прочих там рыбок. И отверженные, да. В том числе. Ну, как правило, 46-40 полос, как не больше. Да, и здесь просто мы поражены, что действительно человек, наш замечательный продюсер Григорий Бальцев, Мир Новых Русских, издательство, решил издать это, и честь ему и хвала, и наше изумление, потому что это поступок совершенно человека безбашенного. Бабашинова. Представляю вас, господа. Мы просто выиграли, пока не работали, мы просто удивлялись, откуда все это появилось. Откуда, как это вообще? И понимали, что это просто видно, наверное, из-за того, что вот... Самое главное, нет зрителя, нет спроса, нет ничего практически. Нет, нет ничего. Для чего мы делаем, это непонятно. Есть изумление, но на самом деле, вот всем, кому мы показывали, все были приятно удивлены и радостно шелестели. Нет, возможно, не было предложения, и поэтому не было и спроса. Поэтому, как бы, тот непонимый, неуловимый Джо, которого никто не ловит. Нет, мне даже не ловить. А у вас, смотрите, любопытная, какая реакция на пейджере. Боже мой, какой ужас, восклицательный знак. Где это можно купить? Вот такой ужас. Вот это замечательная реакция, на самом деле. Очень типичная, потому что здесь очень корректно, очень, вот как кто-то хорошо сказал, трепетно по отношению к материалу. Как говорил обычно Пушкин. Пушкин, да, эти трепетные. Арбат 36, да, по-моему? Ну, кажется, да. Ну, там по Арбату надо по Арбату пройти, и там можно наткнуться совершенно спокойно. Только если внимательно шелестеть глазами. Справа. Вот если идти, значит, от Арбатской, то справа. Справа, если от Макдональдса, то слева. А вот еще, значит, Валерий Качаеву передают привет из боготворительного фонда «Надежда всему миру». Спасибо. Я сад, доброволец этого фонда. Да. Потому что вы не только комик для новых русских пробовались, но и для наших детей, которые наши вечные дети. Слушайте, а вот такой хороший тоже вопрос. Вы стебаетесь над новыми русскими, ведь они могут принять это за чистую монету. Не страшно? Подпись плюс. Нет, почему-то страшно. Мы не стебаемся, и слова этого слышать не хотим. Не любим этого слова. Мы совершенно не хотим. Первое слово «устаревшее». Устаревшее. В смысле, в настоящее время. Да, вымирающее слово. Вымирающее слово. Устаревшее. Вот. А вот Анна Аркадьевна, значит, по прихти госпожи Метельцы и господка Чаева и Сапожкова пьет опиумс. Нет. Это не по нашей экипиумности. А она сама по себе пила опиум. Это по прихоте Льва Николаев читал слово. Да что вы. Да. Решила напоить. Ну, там слово «морфим» употребляется, но химическая формула... Нет, да опиум гидрихлоизм, по сути. А у нас есть медик, сидит медик, между прочим. Да, он в прошлом. В прошлом медик. У нас что не медик, то писатель, то художник. То чех, то вересаев. А лонго спит? Что это лонго спит? Какой это лонго медик? Это там в тексте, да. Там только он лондау, но по-русски... Лондау, по-русски, перевод, транскрипция. Так что лондау физик, а ясновидящий лонго. Просто трудно вот до чего дойти. У вас есть постельные льковные сцены здесь? Между бронскими и Анны. Очень есть. Ну, как нет, есть. У вас нет. Она упала. Она упала, там, где перед машиной разворот падает. Он весь розовый, вы легко его знаете. Там в самом начале. Она сделана просто отлично, потому что на самом деле не стоит расшифровывать, как бы... Это просто, как бы... Смотрите, какая Каренина, просто чудо. А вот вы, конечно, весь арсенал Дихой Эрхидеи не помянули показать на Ане Аркадьине. Конечно. Не весь. Это скромно. Там просто было писано у Толстого, что Анна была занята туалетом во время разговора с... Как его звали-то? Каренина. А вот смотрите-ка. Скиринский. Вот они стоят, видите, на фоне. Вот они идут на фоне Арбата, по-моему. А, нет, и после этого было. Да, вот следующая страница... Следующая страница... Следующая страница... Это называется «Сцена падения Анны». Вот она там упала. Вот она, вот она. Левая рука как раз прижимает ее. Товарищи, так ведь под постельной сценой. Я вовсе не понимал такую сцену, где, собственно, стоит этот мебельный... Да, мы так вот, мы буквально... Вот постель... Мы просто прямо в упор. И это самая эротичная часть книги, да, вот как это... Нет, я еще следующая, по-моему, следующая... Ну-ка, это еще он был. Где он массирует ноги и... О, да! Товарищ, посмотрите, Анна представляет себе секс с троем с мужем и с фронтами. Это Толстой, между прочим. Это все к Толстому. Толстой представлял. Она даже не думала. Она даже не думала об этом. Обносно видение почти каждую ночь посещало ее. Ей снилось, чтобы вместе были ее мужья, чтобы расточали ей ласки. Ага. Ну, ты... Лев Николаевич, извините, это вот... На самом деле, он просто массировал ей ступни. Да, Лев Николаевич. Лев Николаевич. То есть, ну, это просто... Ну, конечно, и радость оставаться. Вон, пожалуйста. Мы аккуратно. Мы пытались избежать этого, но поскольку было написано, нам некуда было деваться просто. А ты точно корректно просто... Приперли к стенке. Лев Николаевич приперли к стенке. Там вообще в тексте удивительные вещи. Там, например, Бронский на протяжении огромного романа моется один или два раза. Моет красные уши, другие вообще не моют. А он не поется нигде, что его мысят. Нет, он испачкался там скачки, да? А эти... Каренин вообще не моют совсем. А Каренин, ну, он не пачкается, находит в муниципалитет или куда-то. И спокойненько сидит, себе в баги заполняет. У него только уши тут. Только уши боят, это не было. Но есть шляпа для ушей. Давайте теперь вот что сделаем. Наконец, откроем кингстоны. И добро пожаловать навстречу лавине возмущенных звонков. Алло! Алло! Здравствуйте! Из Иванова вам звоночек. Очень приятно, очень приятно. Дима, маленький вопросик сначала вам, можно? Мы правильно поняли, что половина города у нас гадает. Больший пивчик остается на НТВ или это новая реклама просто старых передач? Нет, это всего лишь повторение того, что мы наработали на НТВ за эти полтора года. Очень жаль. Очень жаль. Тогда вопрос к гостям. Вот так. Всем троим. Ага. Они бы что предпочли, чтобы их дети читали Толстого в оригинале или знакомились с мировой литературой вот по таким комиксам? Это первый вопрос. И второе замечание. Художники очень невнимательно, видно, читают Толстого. Она, Карина, бросается не под поезд, а она бросается между вагонами. Между вагонами не попадешь просто-напросто. Тебя отбросят. Нужно бросаться перед поездом. Это вот специалист по бросанию под поездом, он поступил в институте раз уже. Между вагонами очень тяжело броситься, потому что ты падаешь, тебя отбрасывают. Падаешь, отбрасывают. Нужно только конкретно под нож. Да, вот специалисты доверятся. Она как бы вот это за кадром. И потом от первого вопроса... Что касается, хотели бы, чтобы вот дети читали, вот у меня трое детей. Ну да, вот трое детей. Я могу ответить, и старшая дочь, дочерь моя, Любочка, вот привет моей старшей дочери. Я бы запретил читать эту книжку на самом деле. На самом деле она читает все, что ей под руки попадается. И в том числе и Толстой, да. Поэтому никакими силами нельзя человеку ни навязать, ни отвязать от желания читать что-либо. Отбить желание читать, ну я не знаю, это можно только лишь полной изоляцией человека. Нет, можно. Я бы сказала, можно отбить желание читать. Вот какой роман Достоевского меньше всего любят и читают. Я обожаю его, я читал два или три раза. Потому что плохо учился в школе. Те-то хорошо учились, они потом не могут... Я читал, я просто могу сказать одно, что, например, вот что касается... Тогда можно прийти и смотреть фильмы на самом деле. Да, в принципе, да. Почему? Я отменен. Иначе они не будут читать книжки. Они по своим фильмам будут читать. И мы все дружно выключим телевизор сейчас. Вообще, навсегда. Матька Анны Карениной мне очень нравится, как у Самойлова и Передана, вот, в нашем фильме. А не в дурацком американском фильме. Нет, кстати говоря, нет, я не согласен здесь, потому что все-таки Самойлова, она немножечко... Она тяжеловата для Анны. Она тяжеловата для Кейт Уинслей, тяжеловата для... И, например, Титания. Нет, и Каренина сам, почему-то, он уж больно такой жабистый. В него невозможно влюбиться. В американском фильме Каренин уже... Вот, не Каренин, сам жабистый. Он жабистый. Анна Аркадьевна, я прошу вас не смотреть сюда. А там все-таки, смотришь, можно влюбиться в человека, на самом деле. Он есть, там он старый. Где он? У нас? Нет, в американском. В американском. А вам не нравится, как Гриценко сделал Каренина? Он сделал здорово, немножечко... Очень такой... Незвопаузный. Переточный, чуть-чуть уже, перезасушенный. Луновой изумительно лег. Он просто такой воздушенный, бегал, прыгал. Хотя, говорят, что он тогда был женат на этой самой, на Карениной. Ну, ходят слухи. Да. Сам я не знаю, но мне говорят... Ну, траву-то был бы вронский. А меня спросили, почему у вас в книге вронский брюнет? Он же блондин. Он же блондин. Луновой. Блондин. Ну, знаете что, давайте-ка сейчас отвлечемся на рекламу, и затем вернемся сюда же, где у нас в гостях создатели, авторы и создатели, удивительно вот этого... Труда. Труда. Итак, у нас в гостях Катя Метелица, у нас в гостях художники Игорь Сапашков и Валерий Качаев. И сейчас мы с вами имеем возможность призвать этих врачей-урядителей к ответу. Алло. Врачи. Алло. Алло. Здравствуйте. Еще раз добрый вечер. Здравствуйте. Я не хочу привизировать с гостями. Так. Просто мне жалко. Тут понятно, что о морали никакой нравственности вопрос не идет. Опа. Я просто хочу вам, дорогие люди, предостеречь вас. Посеете ветер, пожнете бурю. Посеете без культуры, пожнете фашизм. Мне жалко и вас, и ваших детей, что вот так, вы знаете, так прошлись по толстому, по мировой литературе. Ну, как бы не пришлось пожалеть. Подумайте, люди у меня глупые. Это вам предостережение. Я не хочу полемизировать с вами. А вас ясно. Вот так буду говорить. О, Боже мой. Спасибо вам большое. Ну, ну, что ж. Спасибо, конечно, за комментарий. Ну, на самом деле, тут и полемизировать не надо. Реально, это просто вопрос жанра. Когда появился кинематограф, я думаю, что театралы просто сломали стулья, все пипитры и так далее. Порвали свои пьесы, сказали, что все грядет без культуре. Тогда появился телевизор. Ничего не будет. Ничего не будет. Это вы говорите. Ничего будет читать. Москва с изомнительств. Ты видел в Москве книжные магазины сейчас? Сейчас. Хотя бы, назови хотя бы несколько. Ну, и сейчас я скажу, подожди. Ну, самые вот... Которые в переходе. Что это? В этом методе? В 366. В 366, да? Которые. 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 Библиоглобус. На Арбате замечательные магазины. Мы их посещаем. Мы читаем книги. Мы будем читать. Мы обещаем вам, что мы будем читать книги. Мы книжки читали, читали. Будем читать все. Не только Мерзилку мы читаем, но и книги читаем. И фильмы смотрим. Теперь мы смотрим. И в театры, самое удивительное, мы в театры еще ходим. А вот еще есть вот какая штука. Заметили ли вы, что все, что имеет отношение к настоящей страсти, позвольте сказать, к эротизму, все несерьезным считается в отечестве нашем. Не может быть благородным сексуальный материал. Не в том дело, что Анна Аркадьевна была женщиной во всем обилии страстей, какие характерны для пассионария. В том дело, что она, Ивана Николаевича, играла в Толстого произведение. А когда вы делаете из нее такую привлекательную... Во всех позвольте смыслах даму, немедленно нарываетесь на гневный окрик. Да, она должна быть такой вот вальп. Когда читают книжку, каждый представляет свой образ. Вероятно, так. А когда уже смотрят в кино, уже начинают напрягаться. Потому что мы-то представляли себе такую... И в нашем кино стреляют ведь не меньше теперь, чем в американском. А чего-то вот красоты и настоящей страсти-то и нет. Вот в русском кино, вы заметили все время? Нет постельных сцены. А считается это слюнями? Да нет, но на самом деле, что если что-то делаешь, делай это как бы хорошо. И вопрос в том, что страсть, она как бы и передается-то на самом-то деле не только вот жуткими постельными сценами. Да, да. Жуткими постельными сценами. Это совершенно, особенно в русском кино, это вот извините, это просто кошмар и ужас. Вот. А это на уровне взгляда, на уровне вздоха, на уровне слова, на уровне жеста. Это потому что некоторые очки носят, им это жутко. Вот на минус восемь, я не... Я ничего не вижу. А мне нравится, мне нравится. То есть нужно пережимать, потому что у себя разное зрение, понимаешь. Один все видит из... Все сцены. Завуалировано как бы, а другому нужно разживать так, чтобы он... Ну вот тут говорили о культуре или без культуре. Мне кажется, что это не столько в кисти художника, либо в вашей широковой ручке культуре или без культуре. Это, скажем, жизнь вообще. Вот вы столько времени посвятили, будем говорить, анализу современного этапа нашей жизни. В чем существо нашей с вами сегодняшней жизни? Во вне политическом, а всталишком. Хороший вопрос, мне нравится. Так неожиданно, да? В чем смысл жизни? Нет, нет, вот существо нашего этапа. Вот эти новые русские. Вы говорите, эпоха первоначального накопления капитала в России. Вот что самое характерное для них? Не предсказуемости, наверное. Лихорадин, да, так колбасит. Не знаю. Я не представляю совершенно ответы на этот вопрос. Ну, это... Я же вратил. А натребаться по этому смыслу, по этому, по-моему, нет смысла вообще. Это, в принципе, как бы любое время, оно одинаковое. Времена всегда одинаковые. Сказала Герения кинофильма «Московская зонемия». Но всегда колбасная. Да, это... Времена всегда одинаковые. И... Ну, если вы, что я буду, да. Это повторение того, что было всегда. Суета-сует. Просто человек... А почему бы, наверное, хочется повторить, когда действительно вот колбасило, да? Вот кажется, теперь все так спокойно, скучно. Но все равно человек проживает всю жизнь начало до конца, и его колбасит так же, как и его родители, как и всех предыдущих. Абсолютно. Абсолютно одинаково. Приключения те же. Ты просто каждый... Декорации. Декорация меняется. У тебя были такие декорации, у вас было там типа легче, а у нас сложнее. И наоборот. А в принципе, одно этажо. Сниму одна. Дайте только дальше. Алло. 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 Здравствуйте. Добрый вечер. Прошу вас. Я хочу вот поздравить Таису, который накануне звонил. Так. Во-первых, я считаю, думает себя думает. Да. И не важно совершенно, в каком виде его представлен материал. Если он думает, он его восприняется, как он его увидит. Во-вторых, кто сказал, что Анна Каренина это какой-то эталон? Это не Библия. Точек. Сейчас тот, что сказал, что он все правильно говорил и делал. Точек, может быть. В моем представлении, он такой же человек, вообще в куче недостатков, которые бросил семью и пошли в люди. Причем, честно было, как они там жили. Какие люди. А потом он пришел, и только советский строй мог сделать из него эталон. И Анна Каренина тоже. Поэтому есть информация, что вы так представили, что люди могут думать и анализировать. И стирать еще вот, как они называются, савдетов и палоны в мозгах наших детей. Чтобы они пересмотрели вообще основы, заложенные, как бы, рабские, 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 их учили рабству 70 лет. И они сделали 70 лет рабов той педагогикой, которая была. И то, что вы даете им возможность думать, анализировать и пересмотреть этот материал, это просто великолепно. Заломайте вот эти стереотипы. Сейчас я вам покажу. Вы думаете, это троица просто так, что ли, это вот это? Подождите, подождите. Сейчас я вам покажу, на кого они занесли руку на этот раз. Вон, отвечайте, прошу вас. Давайте, давайте. Ну, здесь мы абсолютно согласны с солидарными. Мы согласны с солидарными. Мы не хотим насаждать стереотипы, и тем более отливать из бронзы бюсты великих. Отливать из бронзы. Я бы сказала. Да, и высекать в мраморе. Потому что дело-то, такие же живые люди. Мы ничуть не глумились, когда делали это дело. Совершенно серьезно. Абсолютно. Абсолютно, на самом деле. Бережно, непонятно. Нет, просто отношение комиксов на стране, это как к чему-то прикольному и смешному. А на самом деле... А 9 месяцев порисовать его? 9 месяцев за... 9 месяцев, как дитя рождалось. Видели, господа, когда бы вы придумали, вот Катюша бы придумала какой-нибудь собственный сюжет из жизни новых русских, а вы бы, вы издали такую чудесную книгу, конечно, это было бы здорово. Но не было бы этой искры, которая рождается от одного сознания, что взялись-то вы за Льва Николаевича Красноя. А вот именно, да. Мы поэтому и хотели... Это первое. То есть мы хотели начать именно с того, кто-то должен был это сделать. Расшатать немножечко. Именно Анна Каренина. Вот что сделать? Что сделать? Нет, ну просто если вообще... Вот комикс Анна Каренина, это уже само сочетание слов, оно уже как-то всех вот так вот. И когда идут разговоры о комиксах, то всегда, как в качестве примера такого высшего, либо высшего, либо вот как отрицание, как что-то невозможное, именно Анна Каренина возникает. Это вот такая вот идея, которая во многих высекается в умах, да? А вы ее решили показать? А мы решили, да. То есть кто-то должен был все-таки вот... А то говорят, вот комикс Анна Каренина, да? Но кто-то должен был это и сделать. Катя, ну а ведь имеется в виду, наверное, вот что, если я правильно понимаю тех зрителей, что у вас мужчины. Предполагается, что в литературном, в литературной форме Анна Каренина произведенчащая полифоничная. И каждый из персонажей многослойен, глубокий, высокий, широкий и как угодно. А комикс уплощает и сюжетные линии, и поступки героев, и сам их портрет делает более плоским и, как бы вам сказать, импликативным. Знаете, как вот декоративным делает его. Вот это, наверное, имеется в виду. Но комикс, он не отменяет произведение. Это во-первых, да? А потом вот здесь прозвучало слово Библия. Тоже очень полифоничное произведение. Но не по одному произведению, наверное, нет столько комиксов, сколько о Библии. Да, да, точно так. И детских комиксов. Но поэтому полифонин в Ивану Каренину добавляет только Левин, который рассуждает о крестьянстве, совершенно не понимая в нем ничего. А мы его просто убрали оттуда. Которого, кстати, все фористывают, потому что это неудачный персонаж. Он Левин, он Левин совершенно рассуждает, не думая о том, о чем говорит на самом деле. Нет, просто Толстой сделан действительно. Это альтер-эго Толстого, но он не писатель. И поэтому он получается просто зануда, резонерка. У Толстого очень много пустот в произведениях. Это как мешок с кубиками. Ему нужно немножко потрясти, чтобы тебе пустоты утряслись. Аномалия, компактное произведение получается. 18-18 страниц полных цветов. 18-18 полос полных цветов. И ты все понимаешь абсолютно. Ну ладно. Без проблем. Ну а теперь держитесь, товарищи. У меня в руках уникальная вещь. Практически мы с вами, мы, зрители антропологии, имеем честь первыми видеть, понесенные только что прямо из рабочего стола художника... Из печки. Значит, новое их произведение. Господа, ознакомьтесь, это Пушкин. Я ждал этого, я этого дождался. Вот как с точки зрения господ Качаева и Сапожкова, господа, и с точки зрения госпожи Метелицы выглядит комиксный Пушкин. Это с моей точки зрения, это я навязала этот образ. Вы там полистайте еще один. А вот еще один Пушкин. А это вот так, вот, получается, как... Несколько образов. Несколько. Давайте, сапожки Хендрис, вот, может быть, ниже камера, ежели съехал, мы бы увидели кроссовки, вот, Сан Сергеевич. Кроссовки, там, кроссовки. Да, кроссовки. Семидесятые. Да, конечно. Это Сергеевич, как этот... Герой пихи. Это герой пиховой дамы. Это герой пиховой дамы. Это нет, вот первый герой. Этого оставим... Этого оставим для, можно сказать, для... Чикалинский, да. Чикалинский, картер. Денира, да? Да, в роли Чикалинского снимается Денира. Да. Любезно согласился. А вот эти дамы, кто это? А это лиза одна, подготовительные эскизы, как, как я говорю, случайные, чтобы у нас... Нет, поиск сейчас. Пока идет про СРУ, значит, подготовительный этап происходит. Поиск как... Это Герман? Нет. Это нет, нет, это Томский. Томский. Герман, лимянник, пиховой дамы. Внук. 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 Внук племянчатый. Племянчатый, тренажный. Похож, похож. На пиковую даму чем-то. Похож. Ну, молодой современный. Вы слышали, о чем-то герман. Это пейджер. Это мой пейджер. Надо его выключить. Ой, нет, сейчас, читать будем. Как только до Пушкина дошли, но это же тогда... Слушайте, наше все, поэтому мы не могли бы... Это такая вот эта. Это вот Лиза. Это Лиза, последний вариант. Скорее всего, она будет такой. Ну что, красиво. Переоделывайся. Слушай, ну вот бюста-то нет у Лизы, я же теперь изучил ваш почерк. Нет, это скромная девушка. Она скромная девушка. Нет, ну скромная же теперь, знаю я скромных, однако... Нет, скромные они все скромные, а другие это мы не рисуем. Ну давайте теперь после Пушкина... Ну, хорошо, а Герман-то у вас, конечно, как Айнис тоже, да? Нет, нет, Герман абсолютно немец, трезвенник, трезвенник, огурцы нарезается. Он сам себе, киберпанк такой, да? Про огурцы первый раз слышу, вообще. Это много сюрпризов, стоят себе еще наши эскизы. Он стирает белье, как с ним. А, нет, он не гурцы нарезает. Он там что делает? А, он отмеряет стаканчиком парашок. Он стирает за рубашку. Он просто все четко мерит, он все просчитывает. Ну, конечно, это в казино Кристалл все происходит, да? Нет, нет. А нет, собирательный образ казино. Некое казино вообще, даже не... Это Герман. Это он сам. Вот он, Герман. Вот он, Герман такой. О, красавец-то какой у вас. Красавец. Хипотичный мужчина. Слушайте, вы гудете в казино? Видели там Харри? Был хоть один из них похож на вот этот? А у нас свой внутренний взор. У нас внутренний взор. Нет, но он не постоянный клиент, он заходит периодически, потому что в неделю мало денег. Он пытается вычислить систему, а потом уже играть. Он не игрок, как игрок. А бабуля-то кто у вас? Бабуля у нас. Бабуля? Ну, у нас сейчас есть бабуля, вот, рождается постепенно образ в молодомое состояние, вот, Катя нам должна передать кассету с одной дамой, которая очень похожа на нее. Да. Мы собираем просто покрупиться. А хоть кто-то такой. Известный чатр. Нет, все не так. Нет, 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 все не так. Просто графини. Это как и знает, как и знает. В переводе на наш с вами. А мы, у нас нет такого, у нас нет такого четкого. Это не как вот Роман Федора Михайлова «Идиот», где все персонажи Романа Достоевского просто нашли свое место в конце 90-х годов. У нас нет, у нас, на самом деле, это не Геннаджки. Межвременье. Это да, это сумасшедшее время такое. Потому что, если бы сейчас Пушкин появился в любом казино, в своем костюме, его бы приняли за экстравагант. Чего бы выгнали? Да нет, он бы шухарно бы смотрелся. Вот у нас Александр Сергеевич Павлов. Это первый вариант, это такой 70-е годы. Ну, что бы это было протыкать-то? Ну, он захотел, а в пирсинг могли отговорить. Но он был очень, у него был пирсинг ногти. Ногти. У реального Пушкина. В ногти мизинца. Бакенбар даже носил. Что он что-то носил? Носил в колечко. У него был ногой большой, он его защищал специально на Балашника. В общем, в кадре будет вот здесь поднять повыше. Ну, если там другого Пушкина посмотреть. А у этого тоже есть, на самом деле. А у этого тоже ногой, да. Если где-то вот прокрутить его в обратную сторону. Но дело даже не в этих колечках. Ага, вот это еще. Ну, вон ноготок. Ноготок защищенный. Ну, он был экстравагантным человеком. Даже при жизни. Вижу я, что у вас... Быть можно, дельным человеком думать о красе ногтей. Вот. А на середине. Остается только одно. По-возгласите оду рекламе, дорогие друзья. Давайте сейчас посмотрим рекламу, потом обратно в студию. Вот у нас совсем немного времени остается. Но вот мы тут, пока реклама шла, заговорили о том, что все-таки оказывается, господа метелица Качаев и Сапожкова относятся к этому своему делу, как к серьезному отдельному жанру. И сетуют на то, что нет у нас таких магазинов, где можно было бы купить комиксы. Верно? Абсолютно верно. Согласна. Единственный источник комиксов был на горбушке, столь тщательно разогнанной нашим руководством городским. Там просто ребята везли на своем горбу и продавали там среди татуировок, среди рок-журналов, комиксы для подростков польского, какого-то там странного... Которого немецкого содержания, сейчас нам приходится, допустим, запускать людей во Францию, чтобы с Аказии везли в чемодан. То есть речь идет об эстетике определенной. Речь идет о том, что такая эстетика была бы нам очень полезна. Говорить о пользе или не пользе, это примерно как говорить о пользе... Кока-колу. О пейстикам или чего-нибудь. Раз не было Кока-колу, не было Попсико. Страна славилась тем, что ни одного счета с рекламой не было. Одна шестая суши без единого счета. У него было мобильных телефонов, появились. Появились, пейджеры появились. Это уже, пожалуй, единственное, чего еще нет, это и нет комиксов. Светлать, для чего вам прислали, вы говорите, из Англии письмо в ответ на Анну Каренину? Хотя мультфильм, да. Им попала книга каким-то сложным путем. И они хотят... Не знаю, да. Они хотят... Ну, пока такое предварительное предложение, хотят делать мультфильм. Они. То есть с этими героями, с этими персонажами по этому сценарию. То есть не по роману Льва Толстого, а по комиксу. По вашей рассказе. Они хотят и вы хотят. Ну, да. Кто кого-то перехочет. Ну, дай бог. Ну, а пока, значит, ждем пиковую даму, так я понимаю. Да. Мы ждем. Не, мы ждем, мы делаем. Мы ждем, мы делаем. Вы ждете, мы делаем. И так же метелица делает раскадровки. И так же у вас на всю стену этот... Сториборд. Сториборд, понимаешь? И ковыскан веер, как у Форда. Мы стараемся, чтобы это было с честью и с любовью к материалу. Нет, но здесь не любовь, а просто есть восхищение материала. Абсолютно. 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 Преклонение к самим. Абсолютно. А я восхищаюсь с вами. Знаете, дорогие друзья, самое главное, чтобы только не было бы занудства в ваших душах. Все остальное, по-моему, очень хорошо. Комиксы, а кто-то из-за них еще и Аман потом прочтет. А кто-то может даже и поступить, как Аминь, Академия. Ну, не знаю. Главное, только не занудство. Все, что для радости, по-моему, все божественно. А все, что ведет к занудству. Точно. Аминь. Аминь, Абсолютно. Никто никому в свою покое. Ну, большое спасибо и за этот труд, и за то, что пришли к нам сегодня успехом в новом мире. Счастливым. Спасибо вам, дорогие друзья. Все вам самое лучшее. Счастливым.